Родился бы на месяц позже, назвали бы Юрием, смеется Николай Веселов, слесарь-ремонтник РКЦ «Прогресс». В этом году мужчина отпраздновал юбилей. Говорит, родиться в такой год и не связать свою жизнь с космической отраслью было бы неправильно. Тем более, что и родители тоже трудились на заводе. Работе в ракетно-строительной сфере мужчина отдал 40 лет жизни. Николай Веселов производил станки, благодаря которым позже появилась легендарная ракета «Буран». Ощущения знаете какие? Здорово, когда особенно эта ракета полетела. Гордость была за то, что я принимал участие в строительстве вот этой ракеты. Ветеранов профессии и лучших работников отрасли отметил медалями губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона поздравил всех причастных с Днем космонавтики. С замечательным великим праздником хочу поздравить вас и я. Пожелать крепкого здоровья, я абсолютно уверен. С такими коллективами, с такой научной школой мы через любые тернии точно пробьемся к звездам. С праздником! Губернатор подчеркнул, Самара не зря считается космической столицей России. Здесь даже студенты мечтают о поколении космического пространства и на днях запустили в небо ракету нового поколения «Капелла-МЛ». Что касается предприятий, сейчас в регионе готовят к запуску ракету «Союз-5», задача которой будет вывести пилотируемый корабль «Федерация» на околоземную орбиту. Мария Левина, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова